Добрый вечер! В эфире проект «Один за всех» Женщина умоляла помочь ей лишить родительских прав родную дочь. Как выяснилось, Раиса Мартынюк из Винницкой области уже несколько лет пытается отвоевать трех внучек у собственной дочери. Женщина уверена, родная мать сведет их в могилу. Дети были настолько голодные, что они так захляли, они уже не могли ничего есть. Они их подготавливали из ложечки просто. Вожи постоянные, голод постоянный. Каучуши, что вы тут занимаетесь? Они ничего не хотят говорить. Они все приходят. Сегодня и только в студии «Один за всех» мама и дочь впервые поговорят после многолетней вражды. И мы поймем, действительно ли детям угрожает опасность. И в чем истинная причина таких отношений между двумя самыми близкими людьми? Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Народная артистка Украины Ольга Сумская. Народный артист Украины Владимир Гришко. Эксперт по правам ребенка Людмила Волынец. Директор Центра матери и ребенка Валентина Живчик. Юрист Михаил Присяжнюк. И психолог Наталья Холоденко. Отчаявшись в надежде быть услышанной хоть кем-то, Раиса Мартынюк приехала сегодня к нам. Здравствуйте, Раиса. Здравствуйте. На мой взгляд, лишить родную дочь родительских прав – это очень серьезный шаг. Да. Почему вы решили это сделать? Ну, это уже остальный шанс для деток жить нормально. С детками взагалей дуже погано. Детки голодують. Детки бедствуют, нищенствуют и хвореют. Голодают как? Ну, как я приезжаю, взагалі никаких продуктов в хаті немає. А что же едят дети? Ну, я бачила, например, как я приезжаю, картошечка в мундерах. Вони ходят в обоносках, нічого им не купляется взагалі. В хаті там жах. От я останнього числа была, дев'ятого. Я зашла в хату, там така вонь была, что просто не можно было зайти. Холодно, грязно. Сейчас вашей старшей внучке сколько лет? 7 будет 16 березня. А дочери 24. Значит, родила она ребенка первого, когда ей было 16,5. В тот момент она где жила? Она жила у меня в будинке. Вы знали, кто отец? Я боролась против него очень. Я его даже не хотела даже видеть, потому что он из очень плохой семьи. Он ниже не работает, взагалі, и до сих пор. Но я не могла перемогти его, и я уже упустила просто руки. Я погодилась. Хай будет, только чтобы было хорошо. Хорошо. Ей было 16,5. Сколько было ему? Ну, он на 6 или 7 лет старше. То есть ему было уже более 20 лет? Он уже достойный парень. Он уже успел где-то отметиться. А он в милиции у нас постоянно на облику. И вся его там, у него три их брата, и они все там сидящие, и все они там живут постоянно в милиции. Хорошо. А вот почему он привлек вашу дочь? Чем? Я даже не могу сказать. Там нема на что глянути. Но тем не менее она родила от него ребенка. Вот я ей говорю про Сашу. Кажу, Саша, он просто, ну не треба, он тебе. А она дивится мимо меня. Она меня не видит. Она видит только Сашу. Второй ребенок, когда появился? Ну, вот через год и три месяца, да. Она уже мне сообщила, что она уже... То есть в 17 с половиной? Да. И отец этого ребенка? Тоже Саша, да. Тоже Саша. Его забрали в тюрьму, а через недельку родилась Сонечка. А вы в это время жили где? В Одессе и работала. В Одессе, жили и работали в Одессе. Да. Я залашила им Будыну. Когда она жила в деревне уже с двумя детьми. Там было все печально, очень печально. У меня в доме был притом. Там все ее друзья, все ее подруги. Они у меня там мыли, спали, ужинали, завтракали. А дети? Ну и там дети были. Вот я когда приехала, у меня было вот так все перед домом застелено бычками. Я ее попросила это все смести. Она сметала полное ведро. Она, кстати, Софией перестала кормить грудью. Месяц она ее покормила. Я приезжаю. Говорю, Вика, что ты не даешь грудью ребенку? Она говорит, у меня нет времени. Ребенок 8-месячный, и 2-150 всего родилась девочка. А как ребенок ел? Ну, бутылочку давала. Когда мытую, когда как. Когда как получалось. И вот я приезжаю, а Софийке, вот тут все от пупа, и туда все сзади, у нее мясо, у нее не было кожи. В смысле мясо? Ну, нету кожи, понимаете? Красное мясо. Красное мясо у ребенка. Я говорю, Вика, что это у ребенка? Я не могла понять, что это. Вот оно это все повыгнивало, понимаете? Вот так пятнами оно все повыгнивало. Из-за чего? Ее подруге рассказывали. Она одевает памперс, и она его снимает по 2-3 суток. Когда снимает, вот с этим всем снимается уже, да. Вот так было первый раз. Я пролечила ребенка, потом второй раз. А потом я уже не выдержала и завела ее просто в больницу и отдала доктору детскому. Сказала, что пролечить ее там. Я купила все медикаменты, все продукты оставила и уехала на работу. Вот это все ей рассказывают друзья. Вот она лежит на диване, Верочка прыгает по дивану. Вот и Вера ей мешает. Она ее с ноги двинула, а Вера упала на пол и потеряла сознание. Вот в подруге схватила сердце, пока ребенка трусили. Вот я что не спрашиваю, она не твое дело. Это не твои проблемы. Мои дети, что я хочу, с ними то и делаю. Хоть поубивай. Это мои дети. Она так и говорила? Да, так она и говорила, да. Вот когда Вика нервничает, ей это надоедает, она кричит, что вы дебилоиды. Вот у нее уже две девочки. Две девочки, это уже дебилоиды. Но когда я делаю замечание, она говорит, ну, твое дело. Это она детей так называет? Да. Вы слышали это? Конечно. А вот Верочка, она все время кричала, что ты, сука, гонтячий. Ну, это с папой прозываются гонта. Вот она кричит, что ты, сука, гонтячий. Вот когда ей дали первую помощь на Софии уже, на второго ребенка, я как раз приехала, она вот бросила мне детей и убежала из дому без слов. Куда? В бар по друзьям. Вот она утром приходит уже. В шестере, в семь часов утра она приходит, я открываю дверь. Она говорит, мама, посмотри, у меня прям кровь сычит с пальца, так я плясала всю ночь. Вот это я шесть дней дома, вот ее шесть дней нет. Она ведь, она отоспится, отъестся. Я включаю машину, день стираю, день убираю, день готовлю. И нянчу детей. Я уже взвернула социальные службы. И они Вики запропонували поехать до Казятинского центра у матри и дитины на проживание. Как долго она там пробыла? Пробыла почти два года. Третий ребенок родился? Она там его приобрела, в центре матри и ребенка. В смысле приобрела? Ну, там, когда она проживала, оттуда он уже приехал беременную. От кого? Ну, я предполагаю, что от Миши. Там жила в центре с ней вместе Катя. У нее есть сын. У Кати? У Кати есть сын Миша, да. Так а Миша там что делал? Нет, ничего, Миша там не делал. Там проживала Катя. Там проживала мама его с маленьким мальчиком, такой как Софийка. Мама Миши? Да. И они сдружились? Ну, наверное. А сам Миша проявляет интерес к своей дочери? Может, звонит к ней. Не знаю. Не знает. А где сейчас живет Вика? Как я понимаю, она уже не в центре матери и ребенка. Нет, ей купили дом. Кто? Социальная служба там экономила денег. Все, что выплачивают на детей. Вика, по истечению того срока, в который она была в центре матери и ребенка, купила действительно дом. Да. Сэкономив деньги, свои собственные, которые она получала. И теперь она живет где? Казятинский район, село Сестреневка. А ваш дом где находится? Чеченеки. Как далеко от дома вашей дочери? Ну, приблизительно километров 300, наверное. Километров 300, ну... Или 300, да. Далеко. Как долго она там уже находится? Уже два с половиной года почти. Два с половиной года? Да. Как часто вы ее навещаете? Ну, вот я три месяца не ездила туда. Потом поехала, когда... Вот с Танечкой. Я ее попросила, потому что я не знаю ни дороги, никуда ехать. Она козятинская. Я ее попросила. Она моя подруга хорошая. Мы вместе в больнице лежали. Я открываю дверь в комнату. А Настенька в колготочках и в кофточке, босая, ходит вот так кругом. По комнате. Вот так опустила головку и ходит. Я ее позвала. Говорю, Настенька. Она начала исторически плакать. Она была записанная, закаканная и грязная. Очень сильно грязная. А Верочке вот так были побитые пальчики. Все, аж запеклася кровь. Я говорю, Верочка, это что в тебе такое? Я ее взяла за ручку. Кажу, это что такое? А это меня ударил Саша. Вот когда мы зашли, в другую комнату на кровати спал Саша. Всю житель уже. Сельский там парень. Другой Саша? Да. Там уже Саша был. И отец двоих детей был, Саша тоже? Да. В хате было не топлено. Я зашла, говорю, Вика, что детки ели. Она промолчала. Вот когда я достала там гостиницы, то детки все хопали. Вот они хопали и добились. Вот Софийка четыре яичка съела. Они хопают котлетки, мяско холодное. Они тушеное мясо, они ели холодное. Молочко будет ей, молочко будем. Рая начала доставать там, ну все, продукты, куча наготовила. Все, эти дети накинулись. Она ей не успевает это яйцо чистить. Этот ребенок хватает это яйцо. Ну я, ребенок бегает, голый, сопли, вот так вот. Этот муж, называемый очередной, спит там. Я позвонила до головы стильради. Говорю, я хочу с вами поговорить. Я хотела ее попросить, чтобы она поговорила с Викой, чтобы я их забрала додому. Ну, голова так, я розумею, что вона была не налаштована. Взагалі меня бачите. Розмова у нас не склалася. Она сказала, что там все нормально, что там все в порядку, что мы там все владнали, там уже немае пьянок, гуляк и бейок. И там все хорошо. А какой смысл голове стильради покрывать вашу дочь? Я не знаю, надо ее спросить, надо ее спросить. Я там где-то полчаса пробыла. Я поняла, что там разговаривать не с кем. Социальная работа мне сказала, что если я буду брехать, то будет криминальная ответственность. И вот, когда мы уже собирались ехать, то Верочка впала среди дороги и очень вырещала. Я кричала, что я поеду с бабушкой. Она даже вернулася до меня назад. Я ее заспокоила. Кажала, я тебя не могу просто забрати. И так мы забрались с Танью и поехали. Я не знала, что мне делать. Я написала лист и отправила на Винницкую прокуратуру. Відповідь пришла из социальной службы, что там все в порядку. А прокуратура вам ответила? Нет. Только из социальной службы пришел ответ. В садике мне выступала Таиса. Няня она работает. То она говорит, что деток, когда она привела в садик, детки были настолько голодные, что они их откармливали с ложечки. Я, конечно, там плакала сильно. Мне очень было обидно. Вибежала голова Сильради напротив. Прямо шел снег дождь. Вона без пальто навіть вибегла. Чего вы сюда приехали? Я ей показала на деток, что они одягнені легенькие курточки и все старенькие на нем. Она говорит, ну и что? Когда мы вернулись домой, мы шли дорогу, то Верочка, мне день народжения 16-го. Я говорю, Верочка, что тебе купить? Я знаю, что она хотела ляльку. Она говорит, бабуся, не купи мне ничего. Купи мне туфельки, потому что у меня смеются в садочку дядки. Я ей пообещала туфельки. Когда мы пришли домой, через годину приехал голова Сильради, приехал директор школы, была фельдшер, была вихователька садочка. Голова привезла булочку хлеба, зайшла в хату и говорит, что у меня претензий до веки немало никаких. Я говорю, вы мне покажите, что дядки тут едят. Ну, она показывает такие продукты, что я привезла. Я говорю, что это все привезла я, что дядки едят. У нее не было никаких слов. И Верочка мне рассказывала, что Настенька выпала, раздята, вошла в веранду, там вибита шипка, она села на стильчик и выпала в сниг. И нашли ее там, где-то какая-то женщина проходила и почула, что она плачет, и ее там знайшла. Кто вам это рассказывал? Это мне рассказала Верочка. Вот я при них попросила Верочку, говорю, Верочка, покажи, как это было, и расскажи. И вот это она при них все показывала. Они это все почули и отреагировали по-своему. Они сказали, что такого быть не может. Они сказали, что мы там прибрали, побелили, покрасили в хате, сделали там ремонты и все, обернулись и поехали. Старшая внучка учится в школе, да? Вера? Она уже, да, ходит в первый класс, она знает две буквы. Сколько? Две буквы. Какие? Э, В. Это то, что она нам не назвала. Я спросила учительницу, там их много деток, я спросила, так, детки все знают? Она говорит, нет, уже детки читают. Я говорю, а что Верочка не знает? Ну, она говорит, редко в школу ходит. Я говорю, почему редко? Она их приводит с вошами, а мы ее выпровожаем обратно домой. Я была у директора, вот сейчас я приеду. Я приехала, директора школы я была. Она в курсе, она это все видела, она все знает. Получается, вы обращались к главе СССР? Да, да. Вы обращались к социальному работнику, я писала на прокуратуру. Вы писали в прокуратуру? На милицию я писала. Вы в милицию писали? Я писала на Винницкую социальную. Я разговаривала с Ольгой Григорьевной несколько раз, там есть заместитель Винницкой социальной, я к ней приходила на прием несколько раз. Вы ходили в детский сад? Обязательно. Это мои дети. И что, вот все? Ничего. Все люди не видели преступления? Они не хотели видеть ничего. Все не хотели? Ну, наверное. Я сделала такой вывод. Как вы думаете, почему они именно так реагировали? Ну, они, наверное, проблем не хотят. Виникает вопрос. Что вы думаете, почему при таких якостях, как у вас, все же таки такие проблемы вашей дочки? Ну, вы же виховали ее саме такою, якою она сейчас есть? Так. 15. Ей забрала милиция с баром. Сколько было? Вот она сейчас, она продала дом свой. Какой дом продала? Там, где она живет. Ее дом. Это тот дом, который ей, как вы говорили, А где она тогда теперь живет? Не, она сейчас живет там. Где? В доме сейчас. Который продала? Да, и возвращает деньги за него. То есть она взяла деньги? Да. Продала дом, который продать права не имела? Нет. Она официально не продала его. И теперь просто... Просто возвращает деньги за дом. То есть теоретически теперь те люди, которым она продала этот дом, могут подать на нее заявление о мошенничестве. Правильно? Ну, естественно. Хорошо. Где власть была там? Кому она продала этот дом? Я не знаю. Какому-то мужчине мне сказали. Это просто шок. Да, это шок. Кровь стыгнет в жилах, чуя вашу историю. Так это мои родные внуки. И я уявляю себе. Хай Господь милует опинитись в таком установке, в яком опинилась вы. Я дуже не хотела этого разговора. Так вот, якщо вы дозволите зазирнути хоча б трохи в дитинство вашей донечкой. От чого так виникло? Чи була у вас спільна мова з нею? Я думаю, що я її настільки залюбила і вже закохала. У меня 7 років не было детей. Когда я ее народила, я ее замутывала в ваточку. Я думаю, що я ее сильно закохала душ. Вона в мене ніколи ничего не робила. Вчитися вона теж категорично, ніяк. Я чому запитую? Тому що ви, мабуть, дещо пропустили у вихованні свої доньки. Можливо, так. Вот ви говорили, що я дочь свою перелюбила. І сейчас, коли ви о ній розказуєте, таке ощущение, що це не дочь родная, а що це якій-то там вообще соседка, і вам просто жалко її дітей. Це вже до цього дошло просто. Подождите, а какая є гарантия, що до цього не дойдет с внуками? Вот сейчас ви тож любите, готовы перелюбити. Так подождите, це не по-взрослому. І ви потом скажете, що я їх любила, а тепері вони такі ужасні уроди, треба тепер правнуков забрати. Наташа, я просто впервые слышу, щоб діти, залюбленні діти, превращались в таких чудовищ. Коли ви последній раз видели дочь? Ну, 2 недели, наверное, или сколько? 10 дні. 10 дні назад? Да. А вот этот вот Саша, новый сожитель вашей дочери, он... Ну, он там недолго был, сейчас там уже Сережа є. Я приехала, там уже Сережа, какой-то тракторист или що. Я говорю, ти де ти работаєш? Нет. Говорю, за что вы курите? Ну, там папа дает, мама там картошки дает им. От ваша внука ходить без одягу, без взуття. Це ваші внуки ходять. Я зараз кажу, не діти вашої. От що, власне, ви, як бабуся, от де ваша функція, як бабуся, яка жаліє, вдягає, допомагає, Поки вони були біля мене, я за цим всім слідкувала. Я її заставляла вести диток в садочок, я їх водила в лікарню постійно. Віка треба, збираємся, йдемо. Вона нічого. Вона нічого не хотіла. Ну, коли вони вже переїхали від мене, я не можу часто їздити, і я не маю її змоги купити все нове. Якщо навіть я їм все куплю, там на другий, третій день буде те ж саме, що там завжди є. А якщо маму позбавлять батьківських прав, от ви, власне, з цим проханням звернулися. Так, я хочу забрати діток. Що зміниться в житті ваших онуків? Я думаю, що вони будуть в мене відвідати школу, садочок, як це було, коли вони в мене проживали. А чому ви сьогодні не можете зреалізувати свою функцію бабуші? Вона категорично не хоче до мене їхати. Вона хоче бути сама хазяйка. Тобто ви розраховуєте, що після позбавлення батьківських прав держава примусовим чином вилучить дітей. Це, як правило, будуть сльози. Тобто це буде крик. Діти будуть чіплятися за матір, скорше за все. Але ви розраховуєте, будуть чіплятися. Я думаю, що будуть. Але це в тому випадку, якщо держава, забравши дітей, прийме від матері, прийме рішення, що ви будете найкращим опікуном. А ви в обшій работі? Гарантій в цьому нема. Ні, я на групі. Я отримую пенсію. На групі? По болезню. А яка у вас група інвалідності? Третя, загальна. Третя група. Оце, до речі, ускладнення вже з точки зору оформлення вас як опікуном. Тобто може відбутися так, що дітей у вашої дочки заберуть. Може відбутися. Але віддадуть зовсім в іншу родину. Ви на це погоджуєтесь? Я, певно, погодилась би, тому що там просто діти загинуть. У дочки вона не виправиться просто. Тобто ви згодні, щоб ваших внуків виховували чужі люди? Я дуже хочу забрати їх з собі. Якщо буде така злова. Але вони мої, це моя крові. Це моє продовження. Я з ним не розмовляю. Я всі шанси вже на розмови. Подождіть, як давно ви з ним не розмовляєте? Два роки. Два роки вже не говорите з родною дочерю? Да. Почему? Вона мене абсолютно не чує. Ви знаєте, Рейса, ваша дочь, несмотря на те, що ви здесь наговорили, считає себе хорошою матерю. Чого вона не може сказати о вас. Почему вона так думає? Давайте спросимо у нього самою. О, Господи. Вікторія Мартынюк. Здравствуйте, Вікторія. Здравствуйте. А тепер я хотіла б звернутися в вашу сторону, маму моя рідна. Скажіть, будь ласка, що ж ви так мене не любите? Ну що ж я таку поганою зробила, що ви хочете від мене відібрати те, що ви втратили в своєму житті. Чого ви не могли зробити? То ви зараз о чому? А про те, що вона мене не виховала. Вона не змогла мене виховати, вона не змогла мене дати своєї материнської любові. І зараз не хоче, щоб позбавити мене цього, щоб я своїм дітям не дала. Яких я люблю, і які мене люблять. Я просто устала за ці всі роки слухати про себе одні гадості. Чого ніхто вокруг? Моє общество, мої друзі. Вони так не вважають, як ти. Кажи, будь ласка, чим я люблю в своєму житті займатися? Нічим. Спати під телевізором. А ти спитайся, хто тут є з присутніх людей в залі, які мене знають. Спитайся, що я люблю робити в своєму житті, що мені подобається. Ти скажи, що тобі подобається. Мені що подобається? Я дуже люблю готувати, дуже люблю пекти, дуже люблю книги читати, музику люблю слухати, хорошу музику. Представляєш, я це люблю. Так, в нас телевізор постійно включений, бо постійно музика звучала. І по телевізорі теж музику я слухаю, не тільки так. А ти про мене нічого не знаєш. Так само, як і про моїх дітей, яких ти вважаєш своїми внуками. Ну, якщо діти ходять в обносках, коли я не приїжджаю, завжди в хаті голод. Та чого ж вони до сих пір з голоду не помирали? Якщо ти приїжджаєш раз в півроку, привезеш дві баночки таких тушонки і три яблучка в пакет. І я скільки можу, скільки привозлю. Скільки можеш? Так. Подож, діти, ви же розказували, що ви много привозите. Так, я її в центр матері дитини привозила кожний місяць по великій торбі. А сюди я приїжджаю, там компанія з'їсть. Ви говорили декілька хвилин назад, що ви взагалі не спілкуєтесь два роки з дочкою. Я бачу, що вона йде на контакт, вона з вами балакує. Так, потому що її пахне шмаленим, тому вона йде на контакт. Чем пахне? Ну, я думаю, що якщо вона чогось боїться, то вона йде на контакт уже. А мені нема чого боятися. Зовсім другое діло, коли тебе клюють. Зо всіх сторон. Мамо, що є за що? Віка, є за що? Якщо ви п'єте. А ви знаєте, що алкоголь – це зло. Ну, не треба з мене робити алкоголючку і кадр для своїх дітей. Дитину, ти чуєш мене? Я свій дітей голодом заморую. Якщо дівчинка п'є, це страшно. Тим більше у 17 років. Давайте зараз з цим розберемося, хто що пив. Валентина, наскільки мені звісно, Віка жила в соціальному центру, який був під вашим початком. Так? Як вона себе там зарекомендовала? Значить, я не можу сказати, що Віка не дивилася за дітьми. Вона дуже позитивний такий чоловічок. Вона допомагала іншим, тому що в центрі, на жаль, є сім'ї, яким набагато важче, ніж Віка. Віка, де Юре, ми не можемо надати професію, але де-факто вона отримала професію перукаря, дуже гарно стригла своїх клієнтів, наших клієнтів. Клієнтів і так далі. Віка дуже любить готувати. Вона була заміщена за злоупотрібленням алкоголю? Так ось я хочу про це сказати. Жодного разу за рік і вісім місяців у мене не було з Вікою розмов про те, що вона випиває. А ви скажіть, будь ласка, як вона опинилася в Каті, що вона там завагітніла? Центр матері і дитини – це не тюрма. Це соціальний центр. І той, хто проживає в центрі, він має право на власне життя. Пані Раїс, я б на вашому місці до центру матері і дитини вимог би не ставила. Це сором. Я мене б думаю, який сором. Якщо в живій матері дитина йде в центр матері і дитини… Не розумієте? Тобто, підождіть, це вже я вам докажу. Центр матері і дитини створюється тільки для тих мам, у яких немає сім'ї, яка здатна її підтримувати. Которому нікуди йти. Абсолютно. Це ми все знаємо. І тому не виставляйте, будь ласка, вимоги до центру, який спробував вас врятувати. Где ви зараз живете? В селі Сестранівка Козацького району. Ну, в тому домі, який ви купили, потім якоби продали. Благодаря Валентині Григорьевні і її центру. А це правда, що ви його потім продали? Ні. Не продавали? Як я могла продати, якщо будинок оформлений на мене і на двох дітей? Я теж не знаю, але ваша мама считає, що ви його продали. Мама розказувала, що тут дуже багато ужасів. І, собственно говоря, це і є цель нашій встрічі, понять, угрожає ли що-то дітям? Просто я свої дітей воспитую так, як я можу. Вікуша, ну як може дитина ходити два-три дні, як каже Раїса, твоя мама, в одному памперсі, що потім язви потіла ідуть? Так, це що за історія з памперсом? Це якесь страхіття, яке всіх мамів тут ми збожеволили, чуючи це. Просто коли Софія родилась, вона родилась недоношена мене. От в роддоме вона була, вона не була взагалі без памперси. Так само вдома я її чим рідше старалася вдягати памперси. От були, звісно, у прілості були в дітіна, я не спорю, але не до такої степени, що вже навіть кожі там не було. Ви що, здіваєтесь? Ви представьте, як б дитина була? Ось така вона і була. Все, тут було красне. У прілості в любої. Нет, смотри, красне і відсуття кожи – це різні речі. А що за історія, коли ви оставляєте дітей і уходите куде-то на нескільки дні? А я не знаю. Це правда, що у вас в домі, ну, м'яко кажучи, неаккуратно все, грязно? Ну, я думаю, що може бути таке, коли в хаті трьох дітей. І не завжди встигаєш вимити ту посуду і підмести за кожним, коли кожний прийшов і з'їв, наприклад, пряніка і ці крышечки посередньо. А там пряніки є, взагалі, скажи мені. А ти взагалі знаєш? Так. Ти коли там останній раз була? В серпні місяці, в липні для начала. Давайте посмотрим, в яких условіх живет Віка. Ми побували у нього вдома. Далі в нашій студії! Ти водила через день нових чоловіків і повна хаті компанії? Мам, я мовчати вже не буду. Новий год і новий папа. Толя, 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 Олег, Сережа і опять Толя. А так же, за що Раиса так ненавидять свою родную мать? Пригорніх, вони прийдуть до тебе, вони хочуть твої ласки, так як я хочу, щоб ти сказала мені добре слово. Мам, наш ти мені читаєш тут на таці. Треба було читати, коли я була маленька і все життя. От ти мене віднуждаєш. Я три роки ходила нечесно, взагалі. Не розчесно? Три роки? Так. І вона з мене насміхалася. Якщо ти така була погана, що я тебе три роки не чесала. І змогуть ли самі близкі люди простити друг другу всі обіди? Якщо ти маєш бажання спілкуватися, нормально спілкуватися, а не через прокуратуру, не через соціальну службу і всіх остальних, будь ласка, ми тебе завжди будемо раді бачити. Ходять в обностках і терпять побои. Я відкриваю двері в кімнату, а Настенька була записана, закакана і грізна. І дуже сильно грізна. А Вєрочке так були пубити пальчики, всі аж запеклася кров. Ось вона лежить на дивані, і Вєрочка приєдна по дивану. І Вєра їй мешає. Вона її з ноги двинула, а Вєра упала на пол. І потеряла сознання. І от я приїжджаю, а Софійке, от тут все откупо, і туда все садить. У нее мясо, у нее не було кожи. Ну, нету кожи, понимаєте? Красне мясо. Красне мясо у ребенка. Ее подруге рассказывали, она одеває памперс, і она його її знімає по двоє-трое суток. Вот, коли я достала гостинці, то дітки все хопали. Вот они хопали і добились. Вот Софійка 4 яичка съела. В них хопают котлетки, мяско холодное, а не тушеное мясо, а не ели холодное. По словам Раисы, обращения в органы социальной опеки і даже прокуратуру не дали никакого результата. Женщина уверена, чиновники против нее сговорились. Это мої дети. І що, от все... Ничего. Все люди не видели преступления? Они не хотели видеть. Все не хотели? Ну, наверное. Я сделала такой вывод. Как вы думаете, почему они именно так реагировали? Ну, вони, наверное, проблем не хотят. Давайте посмотрим, в каких условиях живет Вика. Мы побывали у нее дома. Это наш стил. Тумбочка, вернее, наша. Одна там в мене приспособлена для специй, для выпечки, для готовения. Тут посуд, там продукты хранятся, крупи там. Такое. Все необходимое. Ну, а это стил моя правая рука. Все самое главное духовка. Тут и хлеб нас печется, и печиво. Плитка въезти готуем на плитке, но плитка так. Чи грієм, что еще так готуем. Чайник теж. Чай пьем. Маленьку в школу роблю, в Вірі. Чай. О, тут мы обедаем. Наш обеденный стил, за которым мы, наверное, саме больше часу проводим. И съедаем, обедаем, и вечеряем, и чай пьем. И так спілкуемся. Ну, а тут сплю я с чоловьиком. Это наша плита. Вот греем воду, купаемся, стираем. Мити, что-то там прибирать. Все греем тут. Борщ варим, каши варим, супи варим. Все на плиті. Это комната наших девочек. Они тут больше живут. Это шкаф. Речи тут. Їхні, наши, постели, рушники. Вот так и все. Тумбочка их для игрушек. Это лешко. Вирене лешко. А это на любимом месте девочек. Телевизор. Там диски с мультиками. Цілий день они не включаются. Ці мультики практично. А тут вона вчиться. Ось уроки робимо. Дівчата пишут, малюють, щось там вирізают, клеют, читают. Це їхній такий стіл робочий. А це менших дівчат лешко. Софія спить і Настя спить. Они ее собі полюбили, вибрали. І так вони тут на ньому сплять обоє. Ну, ви можете її похвалити? Ну, от в обличчі. Я тут не услышав похвали. Я тут не услышав позитивной оценки. Я просто в восторге. Я такого ще никогда не видела. А я не о том, як вам хорошо. Я о том, какая она молодец. А ви все, я да я. Давайте посмотрим, в каких условиях живете ви. В цій кімнаті проживала моя донька Віка. Із дітками. Тут вони спали. Тут спала Віка. Спала Софійка з нею. Порядка стоїла дитяча кроватка. Така велика. Тут спала Настенька маленька. А Верочка спала зі мною в кухні. Я для своїх внучів повешувала подушечки. Таку для Настеньки ввешувала. Таку Верочке ввешувала подушечку. Таку Софійке. Так, а сколько комнат у вас в домі? Комната, кухня і коридор. А где троє дітей будуть жити? Так вони жили не тільки троє. І Віка жила, четверо було. От, помните цю історію, нова. Але частенькі вони завжди. Частенькі, з зачісками, з бантиками. Бачили бабусю, веде вона себе інтересно. Не як мати дитяча, а як постороння жінка. Приїхала, вона повинна дитині своїй допомогти, а вона її топить просто. Бабуся вигадує дітям болячки. Щоб, яким чином, щоб тільки забрати віки дітей. Хіба можна так казати за свою дочку? Треба її перше виховати, а потім говорити. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ви знакома, да, с той жінчиной? Да. І Таисія? Да. Которая жаловалась, судя по вашим словам, на дочь вашу. А вот мне кому верить? Вашему пересказу слов Таисії или словам самой Таисії? Я помню, ви так же спілкувалися з директором школи. Да. Да, вот, который стіною стоял. Давайте узнаем, що на самом деле говорив директор школи. Я буду заперечувати слова мамы, тобто бабці дітей цих чи мамы, скажемо, якось. Тому що дітки, хоча вони ходять в одязі, одяг взагалі з гуманітарки, але вони завжди чистенькі. Вимейте дітки. Це може підтвердити медична сестра. Медична сестра постійно, кожного дня, вона перевіряє діток, що в школі, що в дошкільному відділенні, що, скажемо, по школі. Тому таких випадків, щоб дітки були грязні, чи одяг у них був замарний, не було. Я ніколи маму не бачила, скажемо так, у якомусь непристойному вигляді. Постійно, от вона, коли приходить в садочок, вона приходить, до речі, останню забирає, вона так, як належить. Мама, як мама. Я вважаю, що, так як Вікторія, вона досить рано родила першу дівчинку, як обов'язки мами, мамі потрібно було допомогти цих дітей. У нас, ну, ніяких немає мотивів, щоб, скажемо, піднімати це питання, щоб її лишили батьківських прав. Вони прикривають себе, звісно. Так, а в чому к ним претензії? Ну, чого б вона не сказала, що дітки відправляють до дому, як вони приходять з вашими? Понятия не маю. Ні, я теж не маю понятия. Рая, ви знаєте, я хочу вам сказати одну вещь. От тільки ми починаємо говорити про щось, от тільки шанс узнать щось плохе про Віку, ви оживляєтесь. У вас такий жильний тонус. Я просто не можу коли прешить, розумієте? Що добавляєте, какая она плохая, ще хуже. Ну, почему у вас вообще нет інстинкта какого-то материнського підтримку підтримку, навіть якщо він ошився? Она у мене вже била, такий інстинкт. Да, услышьте ви, в конце концов. Давайте ближе к сути. Дима вас питається все время к сути, а ви уходите опять в то, какая она плохая. По сути, що происходит з дітьми? По сути, лучше їх отдати в детдом, але тільки не к такій плохій матері. Правильно я вас понимаю? Нет, щоб дітки були накормлені і присмотріли. Так в тому-то і дело, що ми зараз не можемо понять, що ж на самом деле происходит з дітьми. Ми видим дві діаметрально противоположні точки зрення. Давайте узнаемо, що по цьому поводу думають соціальні служби, які повинні следити за всі цим. Діти одягнуті, взуті. Систематично вона відвідує садочок самі, даже батьківські, які там збори були. Ніяких нарікань по інформації зі садочку, в принципі, не було. В лікарні також у нас є характеристика. Діти отримували прививки, які там потрібні були. В будинку також чисто було напалено, їсти було наварено. У нас зі сторони, поки на нас проживало, ніяких таких питань, таких великих-великих, в принципі, не було. Сім'я із квітні місяця 2013 року перебуває під соціальним супроводом Козятинського районного центру соціальних служб для сім'їтей та молоді. Торіа прислуховується до наших рекомендацій, до наших пропозицій. Вона готова змінювати своє життя на краще. Діти її дуже люблять, вона дітей любить. Я думаю, що дітям не буде ні з кем так добре, як зі своєю рідною матерю. Вона в моєму житті ніколи не була присутня. Ні в дітях, ні в внуках, ні в мені. Мене бабуся взагалі виховала і виростила. Моя рідна бабуся, на яку вона мене постійно залишала. Як вона мене закривала, зому в хаті бабушка приходила, мене забирала. Мене бабуся виховала, не вона. І з якого ти віку біля бабусі виховувалася? З першого класу точно. А я де була? Я не знаю, де ти була. Це тебе треба спитатися. Взагалі-то ми жили разом у мене в хаті. А не в бабусі ти жила. Ти мене закривала саму. До сусіди мене виходили. Спасались хати. Ти водила через день нових чоловіків і повна хаті компанії. Мам, я мовчати вже не буду. Новий год і новий папа. В смисі, новий год і новий папа? Новий год наступив і новий папа. Тобто 23 нових папи було? Почти. Толя, 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 Олег, Сережа, і опять Толя, і опять Миша, і опять Миша, і опять Віка. А Сережа це хто? А трох Толь ви знаєте? Ну, батьку Мий. Що-що? Батьку Мий і Сережа. Так, а Толю, Мишу і Олега ви знаєте? Да. І як у вас відношення з ними складувалися? Ну, я считаю, вольна інтерпретация. Калія вольна? Що? Ну, вільше вольні відношення, ніж брак. А, тобто ви просто займалися сексом з ними, без обязательств? Да, тому що денег не було ні у кого, і жити в місті немає нікакого смыслу. В смыслі? А при чому тут деньги? Ну, роботи немає. Так і що? Ну, ви ж порознь як-то живете? Живите вместе? Ну, і що? І біствувати, і нищенствувати? А порознь ви шикуєте? Ні, не шикуємо, але як би об'язательств. Я жила з мужчиною, то ви її на руках носили. Так, і Віка плакала в два часа ночі в кухні під кріслом. А чо? А потому, що він прийшов середі ночі под випишем в состояниї. І вона, як у неї спала, вона каже, встань, йди в кухню на кріслі, бо я лягаю з Толю спати. Ти взагалі спала в кухні на кріслі. А ми жили в кімнаті. Але коли Толі не було, то ти позволяла мені лягти колосами, бо там телевізор був. Я спала згалі постійно біля мене. А коли Толя приходила? Ні, коли я вже з ним сошлась, то ми її перевели в кухню жити. На кріслі вона спала, а ми спали в кімнаті. Ви сказали про те, що мама вас не виспитувала з першого класу. Куда діялась мама? Ну, на всякий, я пам'ятаю, її скоротили з роботи. Вона робила у нас в друкарні в Чечільникові. От і вона поїхала по заробітку. Куди уїхала? Здається, в Одесу. А ви з ким остались? З бабкою. І як довго не було маму? Мені бабка розказала, що це вона поїхала в Одесу. Вона рідко приїжджала. Передавалися там якісь передачи, але приїжджала рідко. Приїжджала рідко? Да. А коли повернулася повністю? Вона, в принципі, звідти більше і не повернулася. В сміслі? Ну, от вона приїжджала там на місяць. В 7 років вона залишла вас у бабушці, передавала якісь передачки? Приїжджала периодично, да. А жила в Одесі? Да. Ну, я нашла роботу в Одесі, я оставила її бабушці. Я зарабатывала діньки, я її одевала. Раис, кроме нових сапог, если ви до сих пор не поняли, ребенку нужна внимание, забота і любовь мамы. Я понимаю, але якщо не, то не копеєт в діньків. Нет, ви не понимаєте. Потому що нові сапоги не підвращають раннюю беременність. Раннюю беременність, як профилактика ранній беременність, це внимання родителів. Вона цього хотіла. А чого? Чого вона хотіла? Чого вона хотіла? Чого? Сашу вона хотіла? Сашу вона хотіла? Да. А знаєте, чому чаще всього діти займаються сексом в столь ранній возрасте? Чому? Ви як думаєте? Ну, думаю, наверное, у нього жилання такое появилось уже. Понимаєте, для ребенка очень важна внимание. І забота, і любовь. А це, девочці, дуже легко обменять на предоставлення сексуальних услуг. Понимаєте? Да, і не умери з голодом тож. В смысл не умери з голодом? Ніхто так говорить. А що? Дети, а мама одна вас... В мікрофон, пожалуйста, говорите. Це легко, ви так щас говорите. Я сама двоих растила. І зменіте за вираження, якщо б я не зарабатывала... А як бабушка моя воспитала 4 дітей? Существувать-ка вон... Вика, не надо рассказывать, пожалуйста. Тетя Тань. Хорошо, подождите. Давайте... Вы понимаете, я с вами не согласна совершенно. Как скажете? Да, так скажу. Как скажете? Я ж даже спорить с вами не буду. Так и скажу, потому что я в этой шкуре была, и я вот это знаю. А че вы сейчас... В какой шкуре вы были? Подождите, а Вика сейчас не в этой шкуре. Почему Вики... А почему она... Ей тротят, ей тротят. Подождите, дайте я скажу. Почему мама Вики может оставить ребенка с бабушкой, черти как ее воспитывают, куда-то уехать, приехать, а потом судить Вику, которая может оставить детей и куда-то пойти? В чем разница? Вас могли лишить родительских прав на самом деле, за то, что ваш ребенок где-то шлялся с овшами, с мужчинами какими-то там беременела и тому подобное. Понимаете, вы тоже формально, внешне были плохой матерью. Вот формально. Да, плохой. Вика, а вот когда вы окончательно потеряли уважение к маме? Ну, наверное, с тех пор, когда мне сказала, что лучше бы я сделала аборт, чем тебя родила. Я такого взагалі не робила ніколи. Я такого ей не говорила. Ты мене в спину проклинала, щоб я своих дітей мертвыми породила. Боже, як ти слаба на голову. Я слаба? Не. Знаете, Дмитрий, хочу сказать, что яблоко от яблони недалеко падает. Вот мне вопрос к Виктории хочу сказать один. А если что-то случится с матерью, вы ей подадите стакан воды? Да. Да? Да. Да. И слава Богу. И вы ей простите? Вы ей простите? Конечно. Так вот у вас одно, один только выход сейчас в жизни. Покаяться обоим. Потому что в жизни все бумеранг. И ваши дети тоже с вами так будут поступать. Договорите сейчас с матерью своей. У вас постоянный счет друг к другу. Постоянный счет. Одни претензии. Вы никак не можете разобраться. Одни претензии друг к другу. Как в вашей жизни появился отец двоих детей? Ваших детей? Мы познакомились с компанией. Мы вместе ходили, гуляли там, познакомились. Я с его сестрами двоюродами в школе училась. Мы спочатку зустрічались, а потом уже мы почали жить разом. А не рано ли было вам начинать жить? Сейчас я уже понимаю, что это было рано. А тогда? А тогда я еще этого не осознавала. Проблема в том, что у девочки не было отца. У девочки не было матери. Поэтому кого она нашла, кто ее приласкал, полюбил, с тем она и вступила в отношения. Да, она сказала, что меня Саша носит на руках. Саша носит на руках. Впервые в жизни хоть кто-то носит на руках. Это раз. Два. Как я уже вижу из вашего общения. Я понимаю, что всю жизнь вы, скорее всего, воспитывали кнутом, а не пряником. Вы не говорили, котик, моя любимая, дорогая доченька, ты достойна большего. Вот давай я тебе расскажу, какие мужчины бывают. Давай мы фильм посмотрим, обсудим. То есть какое-то общение. А вы все через негатив. Все, какая ты плохая. Все, какой он плохой. И все будет еще хуже. И сядете вы все в тюрьму и сопьетесь. Я считаю, что я справлялась с ней. Результат вам нравится? Ну, понимаете, не все можно сделать так, как хочется. Я об этом и говорю. Когда она сопротивляется всеми руками и ногами против, то сделать ничего нельзя. А вы считаете, вот те трое, они будут покладистыми и послушными? У них не будет... Ну, я думаю, что они будут накормлены, обуты и одеты. Вика, а где отец двоих детей сейчас? Ну, у него зараза другая семья. Саша, другая семья? Да. Почему расстались? Ну, он ввел себя не так, как нужно. Он начал заниматься наркотиками и посадили просто. А он каким-то образом участвует в жизни ваших детей? Мы разыскали первого супруга Виктории. Ну, и, соответственно, первого зятя Раисы. Мужчина уверен, если бы не теща, он до сих пор был бы вместе с Викторией. Александр Лемец, встречайте. Вот так. Да, тетя Раис, это вы во всем выдавали, это вы нам в жизни не давали. Так? Присаживайся. Привет, красунь. Сколько тебе было лет, когда ты с Викой познакомился? О, мне было двадцать... Двадцать два. Два, да. Двадцать два. Двадцать два года. Вот хотелось бы понять, с кем жил ребенок? Ну, Вика. Вика с кем жила? Да. Ну, она практически сама жила. В смысле, сама? Ну, так, мамы ее никогда не было. Она приезжала очень редко. А был Саша? А бабушка? Как бабушка, когда я с ней познакомился, с Викой, она жила сама вообще. Не бабушка. А бабушка где была? Я не знаю. А где была бабушка? Бабушка продала хату, она выехала в другой район. А в Ленинской области жила. В смысле? Ну, когда мне... Подождите, подождите, я что... Ребенок в пятнадцать лет жил сам? Да. Девочка? Да. В селе? Я ее оставила на попечение папы. Алкоголика? А у нее другого не было. И вы продолжаете настаивать, что вам нужно дать право воспитывать троих девочек? Дима, у меня просто не было выбора, понимаете? В какой момент возникла идея жить с ребенком в половой жизни? Я ее очень любил. И так как она молодая девушка, я постарше за нее. Я не хотел, чтобы мы там погуляли год-два и порасходились. Я хотел себе семью. Я хотел себе молодую, красивую, любимую девушку. И с детьми. Хорошо. И у вас родился один ребенок, родился второй ребенок. Мама тут при чем? Мама при чем? Ну, она постоянно, когда приезжала в последнее время, когда она приезжала с Одессы, я даже дома не ночевал. Я ночевал або у мамы, або в кума, потому что она мне не давала этого делать, чтобы я выжил. В смысле, а в тот момент у вас уже было двое детей вообще? Нет, она была второй беременной. Она меня постоянно выгоняла. Постоянно выгоняла. Вещи мои выбрасывала, полила, как она говорит, какие вещи. Я вообще была против, чтобы они живы у меня в хате. Так уже есть ребенок? Они уже будут вместе? Да. Он уже отец вашего внука? Нравится вам это или не нравится? Я содержала Вику, потом содержала с ребенком, потом с двумя и с Сашей. Это правда вы жили за счет тещи? Нет, нет, я постоянно работал. Где? Покажи трудовую книжку. Подождите, вам трудовая книжка. Найдите сейчас работу, чтобы устроиться по трудовой книжке. Да Саш, где работал? И ремонты делали, и стройкой занимались. Вика, зарабатывал деньги? Зарабатывал. Опять заговор? Да. Где вы сейчас живете? Я сейчас живу с другой женой. С другой женой? Да, есть у меня жена. Тоже молодая, красивая, как и первая. Ну, чуть постарше. Дети есть? Да, трое. Теща есть? Да. Какие отношения с тещей? У меня с тещей сейчас прекрасные отношения. Мы поговорили с вашим первым гражданским мужем. Давайте поговорим с вашим нынешним гражданским мужем. Сергей, скажите, чем она вас привлекла? Я знаю своей красотой. Ну, а трое детей? Ну, они меня тоже любят. Сергей, а чем вы занимаетесь? Как на жизнь зарабатываете? Трое детей – это ответственность. Ну, мы трактор есть, зарабатываем на жизнь. Ага. Вот Вика, какая хозяйка? Хозяйка, она хорошая. И прибирает всегда, и чисто в ней. Все в ней нормально. Ну, что готовит? Потому что я слышал только одно блюдо. Картошка с укропчиком. Вы видели на экране, и борщи, и супы, и пече, все есть. И рыбу какую-то печет, и все печет, какие-то пирожки, булочки, ну все она. И хлеб печет. Это ее кума. Звать меня Марина. Марина, скажите, как вы с Викой познакомились? В центре матери и дитина. А что можете о ней сказать? Она нормальная мама. Пьет? Она не пьет. Я никогда не видела, я же до нее приезжала в гости. Я про нее ничего не могу сказать. А как же вот быть с показаниями мамы? Ну, это не правда. Я о том не видел. Как я ее знаю уже. Ну, сколько? Сколько ты ее знаешь? Пять лет. Пять лет? Да. А я 25. О, она за пять лет больше знает, чем вы за 25. Понятно? Раиса Вика, сегодня к нам в студию приехал еще один близкий и родной вам человек. Это ваша мама, а ваша бабушка. Моя друга мама. Кстати, она призналась нам, что вас, Раиса, свою родную дочь, она побаивается. Да. Это очень хорошо. Почему? Давайте узнаем. Галина Мартыньок. Где она? Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Прошу, присаживайтесь. А почему вы не захотели сесть рядом с дочерью? Меня Вика позвала. Да, она поддерживает Вику. А вы за это на нее злитесь? Нет. Не за это. А из-за чего? Я ей хочу промолчать, я не буду ничего говорить. Вот когда я была 7 марта, когда я увидела там такой ужас, я поехала к ней в больницу, все ей рассказала и попросила по ней поддержать. Какой ужас увидели? Ну, вот за детей, что и голод, и холод, и нищета. Я ей все рассказала. То есть вот то, что мы видели, вы это увидели и поехали к маме? Как я и поехала, была сестра, я ей все рассказала, говорю, мама, подержи меня, говорю, потому что детки пропадают. И она взяла сторону Вики. Ну. И я перестала с ней общаться. А как я тебя могла поддержать, чтобы забрать этих детей от своей родной мамы? Как я это могла... А что это, чтобы они сухарики сбирали по полу, а не голодные? Какие сухарики? Про что ты говоришь? Галина Григорьевна. Да. Ну, никто не подтвердил то, что говорила ваша дочь. Вика предстала в очень негативном свете. Это правда, что она не заботится о своих детях? Заботится, конечно. Заботится. Так как мама. Вони их ей любят. Вона их родила. Вона их кормит. Вашим правнукам что-либо угрожает? Угрожает, вы имеете в смысле что? Что они голодные и холодные ходят или что? Нет. Это нет. Что они голодные. Я сколько приезжаю, в ней сварено, в ней чистенько, в ней прибрано, в ней постирано. А скажите, почему ваша дочь наговаривает на вашу внучку? На Вику? У меня до головы не доходит, зачем ей это. И допоможи ты им. Если они твои внучки, не отдавай их дедом или какую-то приемную семью, а пригорни их, они прийдут до тебя, они хотят твоей ласки, так как я хочу, чтобы ты сказала мне доброе слово. Мама. Знаешь, ты мне читаешь тут нотации. Треба мне читать, когда я была маленькая и все життя. Вот ты меня вынуждаешь. Я три года ходила нечестно. Взагалі. Что ты рассказываешь? В смысле нечестно? Взагалі. Не расчесну? Три года? Да. И она из меня смехалась, что ты такая была плохая, что я тебя три года не чесала. Что ты рассказываешь? Ну, это было уже до третьего класса я дійсла. В третьем классе это 10 лет? Да. Тогда я уже разчесалась, потому что она из меня началась смеяться. Она смеялась из меня, что ты три года не чесалась, она мне сказала. Что ты говоришь? Ну, я пришла до третьего класса, умела только писать буквы. И все. А читать? Читать? В примере ничего не было, я ничего не умела. Ну, никто мной не занимался совсем. Я так училась посредственно. Ну, вот смотрите, она вас кормила, да? Конечно. Кормила, одевала. Да. А была ли у вас возможность поговорить с ней по душам? Нет, по душе. Я не понимаю, что это такое. Ну, а у вас были какие-то попытки установить с ней контакт? У нее не было времени. А она была очень много занята? Конечно. Они строили дом, держали хозяйство. Все, все уходило туда. По сути, функция мамы сводилась к тому, чтобы вы были одеты и накормлены. Ну, конечно. Не голодные, не мерзнут. Не голодные и хорошо. Значит, хорошо. Как часто вам говорили «люблю»? Никогда. Я два слова вообще не слышала. А мама вам об этом говорила? Нет, такого слышала. Я не знала, что это такое, наверное. А вы хотели? Я не понимала, что я хочу. Я не знала этого. Она меня всю жизнь не любила, я считаю. Мне это очень тяжело и больно. А на что вы больше всего обижаетесь? Я ни на что не обижаюсь. Время просто прошло. Что обижаться? Смысл какой? Смысла нет, а обида есть. Ну, значит, она со мной идет. Раечка, вы не правы. Эта обида перейдет на ваших детей. Вот не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, почему все так происходит в вашей семье. Модель общения между вами и вашей мамой абсолютно одинаково. Вот как вы общаетесь с Галиной, вот так с вами общается Виктория. Вы посмотрите, как все круговорот, да? Вот это ваша карма. И это ваше возмездие. Остановить кто-то должен, кто-то должен уступить. А кто это будет решать вам? Я хочу тебе сказать, что, может, в чем-то я была неправа. Может, в чем-то ты была неправа. Я не хочу ничего сказать взагалі. Просто, что тебе нужно уступить лід в сердце. Сегодня прощинская неделя. Мама, скажи, когда ты уступила лід в сердце до меня? И попросить прощения и у своих дочек, и у своих внуков, и у меня. И я у тебя прошу, чтобы ты меня простила. Может, я перед тобой чим-то завинила. Мама, перестань. Может, я не тебе так не выросла, как ты хотела. Я в тебя прошу прощения. И Господа Бога за то. За 50 лет. За 50 лет? А что, я тебе не ростила эти годы? Ростила, я ничего не говорю. Чи ты, когда у меня не была 28 лет, Чи ты, когда у меня не пила, чи не ела, Чи я тебе свадьбу не делала, Чи я тебе не учила. Скажи, что я тебе не сделала? Все было доброе. От единственная человек тут, на мою думку, Это паня Галина. Вона вошла сразу до вас, бабуся, И попросила про бачу. На что? На что? Да я вам скажу на что? Я вам скажу на что? Якщо вы верите в Бога, Сьогодні прощена неделя. Завтра начинается Великий Пест. Вот вона вошла, ця людина, И попросила вас про бачу. Ви будете чесатися до останніх своїх днів. Якщо ви сьогодні, в цей святий день, Не попросите пробачення перед донькою, Перед мамою. Якщо ви це не зробите, Ви великий грех візьмете на себе. Да, я вас знаю. Всі ми сьогодні будем просити один одного пробачення, Перед усіма, близьким, перед Україною. Я вас закликаю до того сьогодні. Володя, вот скажи, Є таке відчуття страшное, Коли ти просишь пробачення, А воно нікому не потрібне. Оце найстрашніше. Ти розумієш? Оля, ну ты можешь уявити ситуацию? Прости. Щоб вийшла твоя мама, Сказала, донечко, прости. А ты сидела, Так, як якийсь наступ в бучину, И говорила, Шо? Для чого? Наташа, це зроблено спеціально для людей тут. Нічого, так зробіть і ви спеціально для людей. Я цього за 50 років ніколи не чула. Раїса, повірте нам, Повірте нам, Експертам, які дуже часто присутні тут у студії, Можливо, вам треба зробити це перший крок. Тільки вам. От я чогось інтуїтивно це відчуваю, Не можу пояснити. Саме вам. На що? Не треба цей концерк робити. Зачем? Зачем? Зачем концерт? І ви плануєте далі з цим ходити? Може, колись я це прощу. А колись я змеруся з ним. А коли, колись? А для чого вам з цим ходити? Кому від цього краще? Від цього вам не краще? Мамі вашій не краще? Я розумію. Дочці вашій не краще? Якщо ви дійсно любите онуків, От єдине, в що я вірю, Що ви дійсно їх любите. Так, мені дуже їх жалко. Так, єдине, Жалко і любите ці різні речі. Якщо ви їх любите, Так, протягніть руку своїй дочці, Покажіть їм приклад стосунків Матери і дитини. А скажіть, як ви віднісотесь к тому, Якщо ваша дочь попросить у вас прощення? Не треба. Я просто вийду і вийду. Я не хочу, щоб вона це робила. Почему? Ми вважаємо, що не за що просити у мене прощення. Сейчас сидить ваша дочь І ваша мать, яких ви можете сьогодні Потеряти навсегда, як близьких людей. Але ви сидите гордо, жовстко. Вам не страшно остаться одной? Страшно. Ну а почему ви тогда не хотите Ну, какую-то руку протянути Вообще поддержки, помощи, принятия? Я знаю, кто поставит точку В решение этого вопроса. Якщо ви не против, Я би хотів пообщаться С вашими дітьми, Вика, можна? Так. І так, встречайте Вера, Софія і Настя. Виходите. Присаживайтесь, ребят. Здравствуйте. Садитесь. Вера, скажи, ти в какой клас ходиш? Ваший. А ти букви знаєш? Угу. А які букви знаєш? А-О-И-Э-К-С-В Ого, ну почти все. А ти хорошо учишся? Да. Да? Учителя хвалят тебе? Да. Та що я пишу красиво. Пишиш красиво? Угу. Це мама з тобою займається, а ти сама навчилась? Нет, я сама пишу. Звучить обування, мама допомогається. Скажи мені, що ти любиш кушать? Супчик гречаний. Гречаний супчик любиш? Угу. А що ще мама готовить, кроме гречаного супчика? Борщик з мяском. Борщик з мяском делает? Угу. Кашку. Кашку? Какую кашку? Молочную. Молочную? Гречаную или рисовую? Или манную? Манную. Манную. Тебе кашка манная, наверное, не очень нравится, да? Я люблю кашку манную. Любиш кашку манную? Хорошо. Хорошо. Мама тебе в школу что-то дает с собой перекусить? Да. Что дает? Я бутерброд с колбаской и котлетки. Бутерброд с колбаской и котлетки? Угу. А где мама котлетки берет? Она робит. Сама делает котлетки? Угу. А ты маме помогаешь готовить? Угу. Ну, молодец. А тебя как зовут? Соня. Соня? А ты что любишь делать? Ты же в школу еще не ходишь, да? У-у-у. А хочешь в школу ходить? У-у-у. Не хочешь? Правду сказала. Маме, хочу одно сказать. Я не идеальна. И мама, я не идеальна. И не людина, я не идеальна. Я сделала много помилок в своем жизни. Но я стараюсь их исправить. Я стараюсь, чтобы мои дети меня любили и поважали. Так же, как я всегда любила тебя. И всегда буду любить. Но ты моя мама. И я просто хочу одно. Если ты не хочешь из нас признаваться, что я твоя дитина, это твои внуки, ты не хочешь в нашей семье как-то участвовать в хорошем плане, то просто залиши нас в спокойствии. И все. Если ты имеешь желание общаться, нормально общаться, а не через прокуратуру, не через социальную службу и всех остальных, будь ласка, мы тебя всегда будем рады видеть. И я уверю в том, что сделаю какие-то певные висновки после этой программы. И тот побуд, в котором у вас есть негаразды, он налагодится. И все будет в порядке с вашими детьми. Они будут охаянные, нагодованные и счастливые в вашей родине. Я в это щиро верю. Адже какие-то ошибки все-таки есть. Мы не будем про них голосно говорить. Это именно то, о чем говорила паня Раиса. Я до практичных действий. Я вам скажу честно. Я сейчас на своем опыте прохожу воспитательный процесс с детьми. У меня их двое. Машке, слава богу, пока еще 3,5 месяца. Ее воспитывать не нужно. Но с Ваней, которому 6,5, мне казалось, что сложно в 2. Будет 3, будет легче. Он будет понимать. В 3 мне казалось, но наконец в 4 года он будет уже что-то соображать. В 5 лет я думал, что когда будет близиться школа, то наконец с ребенком можно будет договориться. Я вам скажу так, что вероятнее всего, наверное, только тогда, когда он сможет нести ответственность за то, что он делает, он сможет принимать какие-либо решения. С каждым годом я понимаю, что с ребенком нужно говорить, общаться. И воспитание для меня — это передача опыта ребенку. Вы показываете своим примером ребенку, какой нужно или не нужно быть. Ребенок это должен воспринять. И вы должны, как хорошая мать, понять, что ребенок это воспринял. Вот тогда мы говорим о воспитательном процессе. Все остальное — это дрессировка и отмахивание, как от мухи. Ну, вы хотите ей допомогти стати кращой? Чи вам принципово треба их забрати? Я не могу ей простить это. Вот сейчас, возможно, вы обнимаете последний раз эту дитину? Можливо. И вы готовы с этим смириться? Вы готовы остаться ображенной, одинокой, но правой? А человек або права, або счастлива. Одночасно так не бывает. И вы выбираете быть правой? Так, я считаю, что я права. И что дальше? Как Бог даст. Я хочу вам сказать, пані Раис, вот за такой ситуацией, как есть, ни один суд в Украине не избавит вашу дочку батьковских прав. И слава тебе, Господи. Слава Господи. Значит, так живут дети дальше. Три дитини не втратят мамку, яка все равно за всеми ознаками любит свою дитину больше, чем будь-хто в этом мире. Но, Вика, я вас очень прошу, просто, знаете, по-людски, когда вы родите детей и будете родить следующих детей, очень хорошо думайте о том, что вы делаете. Чи сможете вы этим трьом и еще тем, которых вы планируете, дать защиту? Это не вопрос денег, это не вопрос домов, это не вопрос работы, это вопрос человеческих отношений, которых нет между трьми поколениями. И вам еще нужно научиться это, и этому научить детей. Последний вопрос, который сегодня прозвучит к вам. Скажите, вы все еще хотите лишить дочь родительских прав? Да, конечно. Виктория, продолжайте стукать в сердце своей матери, и это сердце обовязково откроется. Я верю в вашу семью. Все будет доброе. Вы смотрели «Один за всех». С вами был Дмитрий Карпачев. Увидимся через неделю на канале СТД. После записи программы Виктория с бабушкой несколько раз подходили к Раисе мириться. Однако женщина осталась при своем мнении и уехала домой одна. Вот по сути, поведение Раисы – это поведение человека, который убежден в том, что с детства с ним поступали несправедливо, что она достойна большего. Ей хотелось в жизни этого большего, но не получилось ни у нее самой, ни у ее ребенка. Возможно, у Раисы с мамой была какая-то конкуренция за внимание отца, за просто внимание. И вот ее обида, она похожа на очень такую детскую сильную травму, когда ребенок не может простить невнимание. Она хочет, чтобы все вращалось вокруг нее, чтобы ее ребенок повышал ее статус, то, как она выглядит в глазах общественности. В принципе, людям стоит запомнить, что если ваши родители такого нарциссического типа личности, самое главное и самое лучшее, что вы можете сделать, это перестать им доказывать, что вы хорошие. Просто принять, что этот человек он такой, и вы сами себя должны оценивать, свои поступки и цели, и отпустить эту ситуацию.